При лапароскопии хирург может видеть структуры, которыми он работает, в шестикратном увеличении. Для того, чтобы создать рабочее пространство, в брюшную полость нагнетается газ. Несмотря на бесспорные преимущества лапароскопического доступа, лапароскопия сопряжена с некоторыми недостатками. Здравствуйте, меня зовут Глаголева Анастасия Юрьевна, я врач-хирург клиники Oxford Medical. Сегодняшняя хирургия – это в первую очередь хирургия технологий. Если мы говорим о хирургии абдоминальной, то есть заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, мы в первую очередь вспоминаем о лапароскопии. Лапароскопия – это доступ к брюшной полости, при которой выполняется не один большой разрез, как при открытых операциях, а небольшие проколы до 1 см, максимум 12 мм, через которые вводятся порты, а через порты – инструменты, которыми затем производятся манипуляции с органами брюшной полости. Для того, чтобы создать рабочее пространство, в брюшную полость нагнетается газ. Это углекислый газ. Углекислый газ практически безвреден. Когда мы дышим, мы с вами его выдыхаем. К моменту выведения из наркоза человек уже не ощущает никакого газа, потому что он был прежде выпущен через те же порты. Для того, чтобы хирургу видеть, что нам нужно сделать, через эти же небольшие порты вводится маленькая камера и свет. Несмотря на бесспорные преимущества лапароскопического доступа, то есть быстрая реабилитация после операции, пациент может уйти домой в тот же день, отсутствие большого разреза, минимизация риска послеоперационных грыж. Все равно лапароскопия сопряжена с некоторыми недостатками. Если у пациента есть сопутствующая тяжелая хроническая патология сердечно-сосудистой или дыхательной системы, глаукома или перенесенные инсульты, применять лапароскопический доступ может быть рискованно. Объясню почему. Нагнетение газа происходит под определенным давлением для того, чтобы создать купол и рабочее пространство хирургу. Однако за счет этого давления поддавливается диафрагма. Оказывается воздействие на крупные сосуды заброшенного пространства. И это все отрицательно сказывается на кровообращении организма в целом. Поддавливание диафрагмы также приводит к ограничению подвижности легких и, соответственно, к некоторым дыхательным нарушениям, что следует помнить у пациентов с ранее существующей дыхательной патологией. Соответственно, пациент может иметь некоторые предпочтения, когда он приходит в хирургу, но окончательное решение о выборе доступа все же остается за хирургом, так как он обследует пациента комплексно и выделяет у него все сопутствующие заболевания, которые могут быть иногда противопоказанием к тому или иному доступу. Среди пациентов бытует мнение, что открытая операция более удобна хирургу, так как при этом он может намного лучше увидеть структуры, с которыми он работает. Однако это несколько не так. При лапароскопии хирург может видеть структуры, с которыми он работает, в шестикратном увеличении. Соответственная видимость только улучшается. Критерием качества работы хирурга является не только его профессионализм, но и оборудование, с которым он работает. Я как врач не стану объяснять на всех технических особенностях, почему важно работать на хорошем современном оборудовании. Скажу лишь то, что, как вы сами понимаете, даже делая фотографии на фотоаппарат или на телефон, очень важна хорошая картинка для того, чтобы понять, что вообще происходило. Четкая картинка без размытия, с правильной цветопередачей, играет первостепенное значение при выполнении лапароскопических операций для хирурга. Если у вас остались какие-либо вопросы по лапароскопическому доступу или по хирургическим вмешательствам в целом, подписывайтесь на наш канал, пишите мне в комментариях. С радостью отвечу на любые ваши вопросы.